В Ненецком округе назвали имена победителей регионального этапа конкурса «Семья года-2020». Всего в нем приняли участие семь семей, из них лучшими стали четыре из Наринмары и Тельвиски. О том, как быть любящими супругами, умело совмещать родительские обязанности и работу, а еще проявлять творчество и делиться им с другими, расскажет Мария Даник. Я иду и пойду, и до севера дойду. Ой, цветочки. Эту постановку по мотивам Ненецкой сказки «Бурый медведь и белый медведь» в семье Коваль подготовили во время карантина. Вообще, в обычной жизни Екатерина, Евгений, а также их трое детей выступают на сцене. Идея создания семейного театра «Родник» проста – привлечь детей к совместному творчеству. «Дети – они мотиваторы. То есть, когда ты один, то ты расслаблен. А дети, они толкают к тому, чтобы нужно двигаться вперед, нужно заниматься саморазвитием. Потому что, когда ты развиваешься сам, ты передаешь это своим детям, и они с тобой вместе развиваются». Средний ребенок в семье Коваль – Павел, автор произведения одной из постановок. Уже в столь юном возрасте мальчишка написал сказку и стал главным героем спектакля «Айкино желание». «Про путешествие маленького белого медвежонка. Айка желала, чтобы была радуга, но в его полях бывает только северное сияние». Семья Коваль выступает не только в городе, но и гастролирует по селам Ненецкого округа. «Мне еще понравилось больше «Зеркало души», где я выступал в Тельвиске. Там мы выступали. Мне еще понравилось в деревне выступать вот с этим же спектаклем. И мне понравились другие спектакли, которые мы с вами видели». За творческий подход к жизни семья Коваль удостоилась победы в номинации «Сохранение традиции». Лучшей сельской семьей признаны Татьяна и Эдуард Финашина из села Тельвиска. На конкурс они предоставили видеоролик, в котором исполнили песню на мотив музыкального произведения «Все хорошо, прекрасная маркиза». Муж, да, мой, наш папа, получается, занимается художественной самодеятельностью. Он является участником театрального коллектива «Премьера», хора русской песни «Тельвисочная кружева» и является участником образцового ансамбля «Лошкари-ладушки». «Я тоже занималась художественной самодеятельностью, но пока взяла небольшую паузу, ребенок маленький, пока совмещать не получается. Но тоже пела в хоре хор русская песня «Тельвисочная кружева» и являлась участником художественной самодеятельности театрального коллектива «Премьера». В номинации «Золотая семья» победили Александр Галины Чуклины, а в номинации «Молодая семья» Сергея Светланы Железновы. В целом, признаются организаторы конкурса, выбрать четырех победителей было непросто. Уровень высокий уже, потому что очень-очень много заслуг у семей, у многих большой стаж, поэтому они уже имеют большой опыт. Больше, наверное, цепляло жюри это видео, потому что у всех конкурсантов практически были видеоматериалы, и это очень мило, когда вся семья в сборе, особенно когда маленькие дети в видео фигурируют, и у жюри было много-много умилений. Далее победители регионального этапа ждёт участие во всероссийском конкурсе, который пройдёт в Москве. Имена лучших огласят осенью. Мария Даник, Владислав Ткачёв, Телеканал «Север». Мария Даник, Владислав Ткачёв, Телеканал «Север».